Привет, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале! Сегодня у нас запланировано очень интересное и увлекательное видео, которое, надеюсь, придется вам по вкусу. Я готова поделиться увлекательной информацией и захватывающими моментами, так что держитесь крепче! Один только вид лося вызывает у человека чувство восхищения. Еще несколько веков назад лосям поклонялись, поэтому изображение этого животного встречается в саркофагах древних захоронений. А также в жилищах первобытных людей, вроде пещер. Лоси всегда олицетворяли силу и выносливость. Люди их просто называют сахатами, поскольку форма рух имеет некоторое сходство с древними земледельческими орудиями труда. Научное название лось произошло от старославянского языка и обозначало «олсь». Это понятие было связано с рыжим цветом шерсти детенышей лося. По легенде, давным-давно, когда мир был еще молод, жил в лесу огромный лось, чьи рога обрамляли восходящее солнце. Его могучие шаги оставляли глубокие следы в земле, и его взгляд был столь проницателен, что многие видели в нем связующее звено между миром людей и духовным миром природы. Индейские племена поклонялись этому лосю, как божественному посланцу, обладающего знанием и силой. Однажды, когда молодой воин из одного из племен отправился на охоту, чтобы доказать свою смелость, он встретил лося на своем пути. Лось остановился перед ним, заговорил на языке человека. «Я дарую тебе свою мудрость и хитрость», — сказал лось. «Сила не только в размере и могуществе, но и в умении понимать природу и владеть ей». Воин принял дар лося и вернулся в свое племя, делясь с ними новыми знаниями. Он стал не только лучшим охотником, но и советником во всех вопросах. Его народ узнал, что сила духа и умение прислушиваться к природе могут преодолеть любые трудности. С тех пор лось стал символом силы и хитрости, протягивая свои рога к небесам и свою мудрость к земле. Его изображения украшают амулеты и талисманы, напоминая о том, что истинная сила — это соединение физической мощи с духовной глубиной. Лося распространены в северном полушарии. Многочисленная ныне популяция лосей к 19 веку была полностью уничтожена в Европе, исключая Россию, и только в результате охранных мер, предпринятых в начале 20 века, эти животные вновь расселились в северной и восточной Европе. Сейчас на европейском континенте они обитают в странах скандинавского полуострова, на севере Украины, Беларуси, Польши, Венгрии, Чехии и странах Прибалтики. В Азии они занимают таежную зону Сибири, доходя до леса Тундры, а также Дальний Восток, северо-восток Китая, северную Монголию, северной Америки лоси живут в Канаде, на Аляске и на северо-востоке Соединенных Штатов Америки. Что касается природных зон обитания, они обычно селятся в хвойных и смешанных лесах с болотами, тихими реками и ручьями. В лесной глуши живет одно из самых удивительных млекопитающих лось. Он относится к парнокопытным, подотряду жвачных, семейству оленевых и роду лосей. Этот живой мозаичный ковер природы остается в окружении тайн, так как точное количество подвидов этого благородного создания остается скрытым, как уловка лесного ветра. Скачущий, сверкающий ветерок между деревьями разыгрывает свою песню о лосе, собравшем в себе крупнейшее из семейства оленивое. От расцветающих лугов до скрытных зарослей лось рисует своими следами живопись природы. Его тело стремится к трехметровой отметке, а высота в холке близится к 2 метрам и 40 сантиметрам. Весом в полтонны эти живые великаны перевешивают все остальные. Лось – это история многих лиц. Он хранит свои секреты, и они являются его бархатным плащом, скрывающим его от обыденных взглядов. Короткое туловище и длинные ноги – секреты его природной приспособляемости. Горизонтальные рога несут в себе таинственное послание. Холка принимает горовообразный облик, а его голова – настоящая книга жизни с характерными закладками и верхней губой, словно вековой свисток. Лось – обитатель природных лабиринтов. Длинные ноги зовут его на дальние водные источники. Он ступает по пути воды, попадая на глубину и падая на колени. Его шерсть – идеальный баланс между жесткостью и мягкостью. Густой подшерсток тщательно оберегает от суровых зимних морозов. Шерсть возвращается к его телу зимой, словно тихий рассвет. На холке и шее растет шерсть сказочной длины, создавая на виду гривы и гор. Огромные рога лося – украшение природы. Весом в 30 кг и размахом почти 2 метра они вырастают на мощных плечах самцов, будто знак величия. Под звуки осенних мелодий они слетают, чтобы оставить место весеннему воскрешению. Эти рога – свидетель уникальной смены времен года. Процесс сбрасывания рогов приносит облегчение, словно дар времени и возобновление. Зима – не время для рогов, и лоси понимают, что носить их в заснеженных лесах – непростая задача. Под покровом лесных завес лоси ведут свои сказочные хромики. Они выбирают устойчивый, неподвижный стиль жизни, находя уют в одном месте. Если вдоволь насыщены едой и уютом. Время миграции приходит, когда на горизонте появляется недостаток корма. Лоси предпочитают икрыться в местах, где подушка снега не превышает полуметра. Сначала в поисках идеальных зимних убежищ отправляются самки в сопровождении своего потомства, за которым последуют и самцы. За одни сутки лоси могут преодолеть до 15 километров. При этом они демонстрируют выдающиеся беговые качества, развивая скорость почти до 60 км в час. Тяготея к уединенной жизни лоси не образуют большие стаи, и их группы не превышают четырех особей. В основном они ведут одиночную жизнь. Небольшие компании лосей наблюдаются зимой, растворяются весной, когда лоси разбредаются в разные стороны. Их зимовочные оазисы называются стойбищами или в Канаде дворами, где можно встретить даже до сотни особей. Активность лосей зависит от плетущих красок окружающей среды. Под жарким солнцем они прячутся в воде или на ветреных полянах, уходя от жары и жажды, а также от напрягающих насекомых. В летний период лоси предпочитают питаться в ночные часы. Зима меняет все, лосы переходят на дневной рацион, их кормушка подсказывает время. Они прячутся в снег, оставляя открытыми лишь уши и холку, чтобы согреться в морозы. Если температура тела упадет до 30 градусов, снежное укрытие может стать залогом гибели от холода. В период размножения лоси выходят из теней, ведя активную жизнь и днем, и ночью. Забавно, что в жаркие дни лоси могут перегреться, бегая быстро. Их температура поднимается до 40 градусов, что станет угрозой для их здоровья. Они используют особое природное средство, заменяя пот жиропотом. Этот животный репеллент, защищая от насекомых и холода при высокой температуре, ограничивает охлаждение тела. Лоси славятся слухом, хотя их зрение не так точно с расстояния в 20 метров. Они едва могут различить фигуру человека. В воде они как рыбы, плавая на длинных дистанциях до 20 километров и задерживая дыхание под водой до одной минуты. Несмотря на их сдержанный характер, в период размножения агрессия возрастает. Рога лосей становятся аргументами в борьбе за внимание самок. В случае атаки волка или медведя они защищаются передними ногами. Однако лоси предпочитают уходить, а не атаковать первыми. В дикой природе длительность жизни лося составляет около четверти века, но они редко достигают 12 лет из-за естественных врагов, среди которых человек, использующих их в промышленных целях. Природных врагов у лося практически нет, если не считать волков и медведей. Медведи могут атаковать лосей после зимней спячки, когда они испытывают сильное ощущение голода. Волки охотятся на лосей всю зиму, выбирая для атаки слабых, больных или молодых особей. Волки, как правило, охотятся стаями, иначе завалить взрослого лося у них не хватит сил. Лоси – это растительноядные существа, питающиеся разнообразными растениями, включая древесно-кустарниковые растения, травы, мхи, лишайники и грибы. Их рацион меняется в зависимости от времени года. Летом основная доля их пищи состоит из листьев, деревьев и кустарников, а также водных растений и трав. Лося не придерживаются строгого режима питания и отдыха в течение суток. В летний период, избегая жары и напасти комаров, они больше отдыхают днем и питаются в основном на заре или по ночам. Зимой же периоды кормежки и отдых очередуются в зависимости от климатических условий. Лоси могут изменять предпочтения в отношении корма. Отмечается, что лоси иногда едят грибы, включая мухоморы. Ядовитость этих грибов для лосей остается малоизученной. Но есть предположение, что мухоморы могут помочь изгонять паразитов из желудочно-кишечного тракта. Также считается, что во время гона они могут употреблять мухоморы. Мрачный сезон у лосей начинается в конце лета и начале осени и может протекать в течение приблизительно двух месяцев. В этот период наблюдается особая агрессивность у животных, особенно у самцов. Влияние половых гормонов становится настолько сильным, что оно подавляет бдительность и инстинкт самосохранения. В это время каждый самец провоцирует другого на поединок. Сражения между самцами часто бывают жестокими и для одного из них это может стать последним боем в его жизни. Важно отметить, что лося моногамные животные, что означает, что каждый самец выбирает себе партнершу и не доминирует над всей группой. После успешного спаривания через 240 дней появляется потомство. Один или в редких случаях два лосенка. Несмотря на их нежность, они стараются оперативно встать на ноги. Тем не менее, сразу после рождения они крайне уязвимы. Они полагаются на молоко матери и ее ответственность важна для их выживания. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, вам было интересно и познавательно. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые увлекательные ролики. Расскажите в комментариях, что вы думаете и какие темы вас бы заинтересовали в будущем. Буду ждать вас в следующих видео. Берегите природу и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok